Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Они регулярно обновляются, в этом году тоже были всякие обновления. В общем, вопросы по порядку задавать в федеральный фонд уже бессмысленно. Новая редакция, она учреждена Министерством здравоохранения, так же как основания для санкций и размеры санкций и так далее. Ну, есть некоторые новеллы, опять же, не буду комментировать, просто так кратким обзором попытаюсь показать, да, каким образом вас контролируют в сфере ОМС. Это три вида контроля. Медико-экономический контроль, правильность и выставление счетов. Ну, технический такой, в общем-то, момент, чтобы пол соответствовал диагнозу, чтобы пациент был там правильно прописан и так далее. Медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи. Значит, медицинская, медико-экономическая экспертиза, это, собственно, проверка соответствия выставленного счета объему оказанной помощи. То есть, не было ли чего-то лишнего приписано. По новому документу, вот они раньше были плановые и целевые, сейчас они плановые и внеплановые, в общем, тематическое может быть плановое, может быть тематическое и внеплановое, мы пока еще не осознали, Как такая ситуация может быть? Ну и несколько снизились нормативы проведения, то есть не меньше 6% для стационарной помощи до полупроцента в амбулаторных условиях. Ну, соответственно, 6% для дневных стационаров, 2% скорая помощь. Не меньше этого показателя должен быть выполнен объем страховыми медицинскими организациями. Выполняют их специалисты, в общем, штатные эксперты страховых компаний, либо территориального фонда, либо федерального фонда. Сейчас для федеральных медицинских организаций будут контроли напрямую федерального фонда. Есть к ним определенные требования. Значит, поводы для проведения целевых, как раньше называлось, первнеплановых медико-экономических экспертиз. Опять же, все перечислять не буду. Осталось упоминание. Это проведение химиотерапии. Все случаи лекарственной противопухолиотерапии подлежат проверке на медико-экономической экспертизе. Ну, понятно, не могут эти эксперты оценить качество проведенного лечения, но они смотрят своевременность проведения цикла и так далее, и так далее. Наличие консилиума в положенных случаях и так далее. Значит, экспертиза качества медицинской помощи, вот уже ближе к теме медицинской, собственно, проводится для выявления нарушений при оказании медицинской помощи. Что такое нарушение? Она же ошибка, она же дефект. При оказании помощи ни в одном нормативном документе не описана. И на основании чего эксперты должны принять такие выводы? Ну, дискуссия уже была на основании клинических рекомендаций, стандартов, порядков. Честно говоря, порядки оказания медицинской помощи при разных видах заболеваний, ну, пожалуй, вот только при неврологии, при острых нарушениях мозгового кровообращения можно использовать. Там детально прописаны сроки проведения разных исследований, порядок оказания помощи детально. Во многих других порядках прописаны больше структурные требования. Какое должно быть оборудование, какие штаты, ну, и так далее, и так далее. Значит, тоже есть плановая, внеплановая экспертиза качества медицинской помощи. Почему-то внеплановая делится на целевую и тематическую. Мы еще тоже, этот документ недавно вошел в силу, мы еще в процессе осознания, что имеется в виду, но также несколько уменьшены нормативы. То есть, как бы поменьше становится обязательный объем проведения экспертизы. Вот экспертизу качества выполняют уже эксперты качества. Это не обязательно штатные и в большинстве случаев внештатные работники, это квалифицированные клиницисты, имеющие определенные квалификационные требования и обязательно включенные в реестр экспертов. Сейчас уже тоже немножко поменялись правила ведения реестра, он ведется, будет единый в Москве, но тоже сейчас в процессе этого перехода на новые цифровые рельсы, что называется. Значит, обязательные поводы для проведения экспертиз качества, целевые или внеплановые, ну, опять же, все перечислять не буду, но в том числе отобранные в ходе медико-экономической экспертизы случаи, где возникают подозрения на нарушение качества, неправильный выбор препарата, неправильные дозировки, то есть те моменты, которые сам эксперт-специалист в ходе медико-экономической экспертизы оценить не может, но заподозрить может, и он отбирает их для привлечения уже специалиста-эксперта качества медицинской помощи и оценки этого случая. В общем, ну, такой упор на химиотерапию сделан. Ну, остальные поводы тоже могут относиться и к онкологическим случаям, но, опять же, не буду детально. Да, бывают ситуации, когда проводится муриэсциплинарная экспертиза качества, то есть привлечением эксперта не одной специальности, а двух и более. Ну, опять же, прописаны обязательные поводы, но, в общем, так в лобку онкологии ничего не относится, останавливаться сильно не буду. На этом, значит, тоже знаете, тоже поминали, уже в рамках информационных систем в ОМС, единой информационной системе, кроме информации в случае оказания помощи и, собственно, в выставленных счетах и взаиморасчетах, вносится достаточно большое количество клинической информации у пациента, то есть такой эквивалент онкореестром. Проводится, ведется, в том числе используется для анализа, для отбора случаев для дальнейшего контроля страховыми компаниями и так далее. Значит, собственно говоря, вот если в предыдущей редакции этого порядка, которое федеральным фондом там было разработано и потом регулярно добавлялось туда что-то, там было больше поводов для проведения контроля по профилю онкологии. Сейчас осталось, ну, только то, что уже сказал, применение противополитерапии подлежит полному контролю медико-экономической экспертизы и отбираются случаи для проведения, по результатам медико-экономической экспертизы, для проведения экспертизы качества. Значит, о том, как обжаловать действия экспертов, с которыми не согласны, уже до меня рассказали, не буду останавливаться. Значит, что в Петербурге за 10 месяцев этого года по случаям стационарной помощи при злокачественных новообразованиях, значит, было проведено 24 тысячи, чуть больше 24 тысяч медико-экономических экспертиз и почти 5 тысяч экспертиз качества медицинской помощи. Существенная разница в частоте выявления нарушений. Для медико-экономической экспертизы это всего 0,8%, то есть меньше 1% случаев с какими-то нарушениями и подвергались финансовым санкциям. При экспертизе качества медицинской помощи, к сожалению, да, потому что здесь замечания более значимые могут быть, более 10%, почти 13%. Ну, соответственно, удержанные за 10 месяцев этого года суммы со стационаров за оказание помощи при онкологическом заболеваниях, в общем, вы видите, они не такие большие по сравнению с размером общего финансирования. Детализировать, к сожалению, существующую форму отчетности, учет и результатов экспертизы, она не позволяет детализировать до конкретных ошибок. Я могу вам показать только наиболее частые основания для применения финансовых санкций, которые, ну, собственно, были выявлены в этом году. Значит, львиная доля нарушений при медико-экономической экспертизе касалась некорректного применения тарифа. Почти половина всех замечаний была связана с тем, что выставлялся тариф больше, чем нужно было выставить. Соответственно, снимается разница, применяются штрафные санкции, ну, и, в общем, львиная доля удержаний, в общем, почти половина, опять же, удержаний, даже больше половины, связана именно с неверным, ну, завышением тарифа. Вот, ну, остальные, в общем, в меньшем объеме были, эти случаи, отсутствие результатов обследования, затрудняющие оценку объема, качества, какие-то, в общем, информации в медицинской документации не хватало, за это тоже, в общем, уменьшилось ранее в размере 10%. По результатам экспертизы качества медицинской помощи львиную долю, в общем, 67, больше 67%, это было не выполнение необходимых диагностических, лечебных или прочих мероприятий, которые не повлияли на состояние здоровья пациента, либо отсутствие, опять же, каких-то исследований, какой-то информации, которая затрудняла оценку качества медицинской помощи. На самом деле, в общем, легко можно сплюсовать эти два основания вместе, потому что, ну, по сути, это одни и те же нарушения. Не сделаны какие-то исследования, не проведены какие-то необходимые манипуляции, вмешательства для пациента, лекарственная терапия, несвоевременно может быть назначена не в той дозировке и так далее. В общем, туда же приходится и большая сумма финансовых удержаний, но просто иногда эти нарушения страховые компании могут расценить как просто невыполнение. Иногда говорят, а нам это еще затруднило оценку. Раньше разницы не было, потому что решение Минздрава, напоминаю, не страховые компании, не федеральный фонд определяет, сколько за что денег снимать с медорганизации. Раньше и там, и там сумма удержания была одинаковой, 10%. Сейчас почему-то за затруднение процесса оценки качества медицинской помощи уменьшается финансирование на 50% в случае целиком. Ну, вы представляете, сколько стоит случай лечения в онкологии, и вот за вот такое вот, ну, формально-неформально, но, может быть, не повлиявшее, повторю, на состояние пациента и не могшее привести к каким-то негативным последствиям для пациента. Последствия, в общем, половина суммы должна списываться. В общем, тоже пока в состоянии раздумий, как с этим жить дальше, ну, что-нибудь придумаем. Ну, остальные нарушения носили такой более единичный характер, поэтому на них детально останавливаться не буду. Коллеги, я больше не могу сохранить свое выступление, поэтому я его заканчиваю. Спасибо. Продолжение следует...